Всем привет! Многие приложения платформы ВК Миниапс уже используют возможность продажи товаров за деньги. В этом уроке мы будем учиться его делать на примере нашего приложения «Блюда дня». Вы можете продавать два вида товаров за денежные средства – цифровые и физические ценности. К цифровым товарам можно отнести, например, аудиокнигу, подписку на музыку, цифровые билеты в кино. А физическими товарами или услугами можно назвать одежду, печатные книги, еду, услуги фотографа или риэлтора. Обратите внимание, что продажи цифровых ценностей доступны только мини-приложения для десктопной или мобильной версии ВКонтакте. В качестве платежной системы проще всего использовать ВК Pay, но можно подключить и другие платежные системы, которые имеют лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. К оплате может также приниматься оплата курьеру во время доставки или оплата товара наложенным платежом при получении. Чтобы оплачивать товары и услуги с помощью ВК Pay, пользователь привязывает к ВК Pay одну или несколько банковских карт, а затем расплачивается с помощью кошелька или привязанной карты, без ввода реквизитов и дополнительных шагов. Какие же общие условия использования ВК Pay? Подключение ВК Pay бесплатное, но ВКонтакте берет комиссию за проведение платежей. Тарифы на прием платежей зависят от того, продаете ли вы товар, услугу или цифровые ценности. Платежи через ВК Pay можно принимать и физическим, и юридическим лицам. Большинство пользователей ВКонтакте уже используют ВК Pay, для них он нативен и прост. Пользователь может запросить возврат покупки в приложении, стоит это учитывать. Чтобы подключить к продажу товаров через ВК Pay, обратитесь к подробной инструкции по ссылке ниже. Для разработчика мини-приложений ВК Pay предоставляет следующие возможности. Использование платежных форм для переводов и оплат. Широкий API продавца для автоматизации и реализации безопасного приема платежей. Духстадийный платеж, который позволяет заморозить средства на счете пользователя. Выплаты пользователям из мини-приложения. ВК Pay предоставляет удобный прием оплаты как для физических, так и для юридических лиц. Для физических лиц деньги хранятся на вашем личном счете ВК Pay, а для юридических приходят на ваш расчетный счет. Обратите внимание, что нужно заключить договор с провайдером платежных операций ВК Pay. Самым распространенным способом приема оплаты в мини-приложениях является платежная форма. С точки зрения пользователей, платежная форма ВК Pay – это всплывающее окно внутри ВКонтакте, в котором указаны сумма платежа, комментарии к платежу и данные продавца. Если на балансе пользователя недостаточно средств, в этом же окне мы предложим ему пополнить счет, чтобы продолжить оплату. В случае, если у пользователя нет сохраненных карт, будет предложено заполнить данные карты. Пользователь может изменить оплату картой на пополнение баланса с карты. При выборе оплаты картой или пополнении баланса с карты откроется шаг подтверждения из SMS Push от банка, выпустившего карту пользователя. Если в платеже задействован баланс ВК Pay, платеж должен быть подтвержден пин-кодом от аккаунта ВК Pay. После успешной оплаты или отмены платежа окно закроется, и пользователь вернется в ваше мини-приложение. Если у пользователя нет аккаунта ВК Pay, ему будет предложено оплатить покупку картой, после чего он увидит предложение зарегистрироваться. При платеже карты регистрация аккаунта ВК Pay не обязательно. С точки зрения разработчика, платежная форма – это URL с параметрами продавца и приложения. Ваша задача – правильно сформировать этот URL с помощью методов VK Bridge и отследить результат действия пользователя, связав его с бизнес-логикой магазина. Для получения платежных уведомлений на свой callback URL и возврата средств к пользователю, вам необходимо использовать API продавца. Формат данных и синтекси запросов отличаются от API ВКонтакте. Для взаимодействия с этим API вам нужно использовать идентификатор и приватный ключ продавца, полученный вами при заключении договора с платежной системой. В разрабатываемом мини-приложении «Блюдо дня» используется платежная форма для оплаты заказа. После успешной оплаты пользователь перенаправляется на окно со статусом заказа. В ВК Pay доступно множество типов платежей. Переводы сообществу с заданной или произвольной суммой. Переводы пользователю также с заданной или произвольной суммой. И платежи в пользу мини-приложений Pay-to-сервис, которые доступны только для юридических лиц. В приложении «Блюдо дня» мы как раз используем тип платежа Pay-to-сервис для оплаты заказа. Двухстадийный платеж позволяет списывать деньги с кошелька покупателя не сразу, а по вашей команде и с бэкэндами мини-приложения. Если товар не оказался в наличии или заказ отменился по другой причине, вы можете моментально вернуть деньги клиенту и не платить комиссию за возврат. При двухстадийном платеже можно списать не всю заблокированную сумму, а только часть. Остаток разблокируется и будет снова доступен покупателю. По умолчанию деньги блокируются на 5 дней. Если за это время ваше приложение сделает отмену или подтверждение транзакции, то деньги автоматически разблокируются для клиента или зачислятся на ваш счет. Зависит от настроек. Логика метода строится на двух последовательных действиях со стороны продавца и плательщика. После того, как пользователь подтверждает платеж, средства блокируются на его кошельке. Далее продавец, используя API DMR РНКО Деньги Mail.ru, подтверждает полную или частичную оплату или делает отмену платежа. Если в вашем мини-приложении подразумевается денежное вознаграждение пользователей, то рекомендую обратить внимание на раздел «Выплаты в ВКП». Выплата – это зачисление произвольной суммы в адрес владельца кошелька ВКП в целях маркетингового или рекламного стимулирования. Размер выплаты не должен превышать лимиты базового или расширенного статуса кошельков. Для проведения выплаты на счет ВКП вам нужен идентификатор продавца, мерчант ID и приватный ключ. Они предоставляются со стороны РНКО Деньги Mail.ru, далее по тексту ДМР, после заключения договора о присоединении к условиям выплат. Важно! Идентификаторы нельзя передавать третьим лицам. Доступ к ним означает возможность управлять вашими средствами. После активации мерчант ID с помощью платежного поручения происходит пополнение счета для выплат. Средства поступают на счет от 1 до 3 рабочих банковских дней. Выплата строится на последовательном вызове трех команд к API. Проверка возможности проведения выплаты. Подтверждение списания средств со счета мерчанта в адрес пользователя. Получение конечного статуса транзакции. Все запросы требуют подписи при помощи приватного ключа мерчанта, выданного ДМР. В этом уроке мы изучили основные способы продажи товаров и услуг в мини-приложении, обсудили возможности ВКП и особенности работы с ним. Не терпится поскорее приступить к реализации в коде. До встречи в следующем уроке!